друзья всем привет всем здравствуйте еще один многострадальный танк сегодня предстанет перед всеми нами это ребята не популярны cs63 если честно ребята это наверное самый непопулярный стэшка на десятом уровне вот задайте себе вопрос когда вы последний раз видели cs63 в рандоме и я не знаю итак посмотрите как я катаю этот танк у меня в снаряжении ребята стоит вольфрам не знаю правильно это или нет или катать все-таки на калибровке или вообще может быть классическое расположение снаряжение здесь подойдет ну то есть просто маленькая ремка не знаю амуниция ребята у меня нет никакого масла никакого пороха никакого трансмиссионного масла кота и вот так потому что я особо честно говоря не вникал напишите кстати говоря свое мнение в комментариях какое вы считаете идеальное снаряжение амуниции для cs63 в оборудке наверное я изменю поставлю разброс на 100 метров чуточку лучше если смысл ставить усиленную броню на ст которая шьется я думаю нет давайте поэтому поставим ему плюс соточку к хп и так вот в таком виде надо посмотреть что у нас будет с техническими характеристиками прочь к 1908 броня во лбу 115 во лбу башни 115 во лбу корпуса 60 в бортах башни 100 остальное нет смысла смотреть обзор 313 дпм кстати 3 300 не забывайте что у нас есть адреналин и сердечники то есть здесь сто процентов дпм порядка но 3 600 явно 3 600 точно есть так б башки пробивает 248 под калибер под калибер и 290 ребята это слабо мы недавно ребята катали ст а какой мы с вами ст это кстати говоря катали я не вспомню там было на кумулях 290 и я еще говорю что это как бы слабо 10 на под калиберах 290 сведение 3 и 2 разброс 0 285 так увн 8 максималка 56 короче что вот эти вам сухие цифры давайте посмотрим что там в рандоме с с 63 я очень надеюсь что мне хватит терпения ребят на три боя потому что рубрика у нас теперь такая как его полюбить то в чем его фишка он по моему даже в башню ребят шьется не говоря уже про корпус сугубо поддержка так епись на центре лт на центре он увидел меня он 21 видел меня ой ребят напряжка напряжно каковой напряжно как играть на танке на котором ты не понимаешь как играть настолько я с его вы сейчас играю кстати неплохой поджог посмотри он даже не едет она просто не набирает скорость обратите внимание а он чё фокошнулся что ли он не стреляет меня но здесь ребят повезло я считаю три с половиной тысячи урона на цески это огромное спасибо просто моей команде и спасибо команде противников что они ничего не сделали вряд ли вот в следующем даже бою просто получится вот так я просто по сути стоял и просто стрелял ну кстати говоря у нас ст были вот просто на высоте посмотри 3200 3200 хотя 268 например тот же ничего не сделал у них 30 но чем мы с вами говорим 30 ребят гром закатил в центр и он ничего не сделал так идем дальше посмотрим что цеска может в нормальном бою когда против противники будут играть они просто стоять и получать потому что прошлый бой ребят ну это стечение обстоятельств мне просто повезло я реализовал даже не танк на момент скорее там глупо было не реализовать танк очень странно просто стой и стреляй ну может быть да там где-то с аккуратничал так далее не люблю ребят я эту строчку честное слово не люблю так и семьдесят пятку пропустил я уже нормально две тысячи восемьсот урона что пойдет вообще я конечно вам рекомендую подрубать он куда что поехал так вот господи я вам рекомендую подрубать сердечники когда вы больше двух раз стрельните но это там смотрите сами как получится как он так ли я не так как он так подставился вроде сушка имеет нормальную маскировку чуть-чуть то хоть аккуратненько можно было но вот этого я не учел что там какая-то пт стоит этого я ребята да не не спрогнозировал так у нас 0 2 уже удивительно но вот так не пробил кстати говоря вообще никак я не понимаю почему броня не пробита каток вроде бы стреляешь вот видишь вот я на самом деле не понимаю вот у меня никогда в жизни команда моя союзная она не едет видишь что там кому-то нужна помощь и кого-то можно сейчас добрать это же ваза с центра приехала приехала ну дабы добить у нас фульный из фульная бабаха и фульного к 90 ребят это чем-то должно говорить у нас в к 90 на форсаже ребят но это о чем-то должно вам говорить или это или это вам ни о чем говорит я не говорит я не говорю что я там хорошо сыграл там ну странные были выстрелы особенно в вазу она просто в как-то короче не понимаю я иногда союзников первый бой три с половиной но и вот этот вот второй бой че там тысячи две да хотя тут еще урона тонна была наверно мне надо было уезжать просто во время но этот будет ребята до последнего стоять и выезжать корпусом вперед форсаж закончился поэтому ребят в к 90 никуда ехать не хочет давайте посмотрим на это углов не хватил я бы хотя бы лт ху забрал бы углов катастрофически не хватает этому танку 8 градусов даже вот в вот в этой позиции казалось бы нету никакой горы особо я не смог его ну навестись на него но ребята чтобы вам было интересно смотреть здесь прикол как раз таки вот в таких боях что они в том виде в котором они и есть нас любители форсажа бабаха на форсаже вместо второй ремки к на форсаже 1800 хп мне интересно что ты что ты хочешь сделать тысячи в 1800 хп что ты хочешь сделать ладно я молчу ребят парни тащит же ребят ну какой я право имею говорить что-то парни же тащит сейчас посмотрим на стрел мой и их осадочек то остался после боя осадочек то присутствует но урос моей помощью даже какой то есть здесь можно было давать три косаря вообще смело но извиняюсь ребята как отыграл так отыграл тут я из себя корчить кого-то не буду так ребят идем финальный бой надеюсь он будет чуточку получше и получится на стрелять ну хотя бы 3000 хотя суши в этой игре вряд ли если бы я с вазы грамотный бы себя повел и ну хотя бы хотя бы пробил его пару раз может быть и млеху забрал бы 75 а там того и гляди суши из гриле бы получилось бы разобраться кстати говоря еще скорость не набирает особо у меня е5 ребят в кустах у меня все в кустах стоят какого какой какой смысл мне тут что-то делать какой смысл вот объясните мне пожалуйста мне танки у меня ст в кустах и 5 в кустах у меня стоит какой мне смысл что-то тут делать это будет еще один слив тут никого не видно да я не знаю почему вовремя он не уехал оттуда было очевидно что его заберут все танки просто все я попробую объехать не знаю что из этого получится позицию бы найти пострелять понятно так тут понятно тут понятно что ничего не понятно откатывается назад то не хочет это кажется просто нереальным ребят это просто кажется нереально затащить в таком бою еще когда броня не пробивается это нереально ладно ребят не буду даже стараться какой-то сделать бой которого по сути у меня не случится но вот 2 2 900 ну значит 2 900 второй слив из трех боев значит второй слив из трех боев что делать танк я считаю ну не эффективен максимально когда у тебя стб дает 58 урона ну когда у тебя бабаха сливается с нулем когда у тебя барабанчик ребята у которого четыре снаряда изначально дает одним выстрелом но ты понимаешь что такой танк без углов без маневренности без брони даже без брони в башне он ничего особо не сделает одну тычку ребят я зафейлил да признаюсь одну тычку я зафейлил в супер коня не пробил все остальное вроде бы залетала стоит ли качать этот танк или нет чисто ребята только для интереса когда-нибудь там в конце после прокачки даже некоторых лт вот а так я считаю что он не стоит вашего внимания все народ всем огромное спасибо за то что посмотрели эти бои сорян что они такие какие они вышли всем огромное спасибо и пока пока до конца Субтитры сделал DimaTorzok